Всем привет! Это видео будет о цифровой живописи. Что такое цифровая живопись и как ее можно использовать в своем творчестве, в своей работе, художнику-живописцу. Итак, говоря коротко, цифровая живопись это рисование в компьютерной программе с помощью графического планшета и пера. Я работаю в программе Photoshop. Планшет у меня один из самых дешевых, бюджетных и мне этого хватает с головой. Не обязательно тратить много средств на это. Графический планшет работает по тому же принципу, что и компьютерная мышь обычная. С той разницей, что за счет использования пера есть возможность использовать степень нажатия, а также плавность движения, имитируя движение кистью или карандаша. Цифровая живопись это отдельная отрасль. В основном художники, которые в этой отрасли работают, они связаны с иллюстрацией или с игровыми технологиями. Работают в различных компаниях, делают концепт-дизайны, рисуют различных компьютерных персонажей. Это все интересно. Поэтому есть масса уроков, масса обучающего материала. Но я хочу поговорить о том, что и художник-живописец может использовать в своем творчестве цифровую живопись. Я просто поделюсь с вами своим мнением и расскажу о том, как я использую рисование в компьютерной программе, как это помогает мне в моем творчестве, в моей творческой работе. Первое. Это эскизирование. Это идеальный инструмент для того, чтобы быстро и эффективно работать с эскизами. Дело в том, что если вы рисуете традиционной техникой, типа тушь, гуашь, карандаш, для того, чтобы сделать новый эскиз, вам предыдущий нужно оставить в покое, больше его не трогать, и опираясь на него, делать новый эскиз. Здесь вы можете работать все время с одним и тем же эскизом, по сути, сохраняя этапы или же возвращаясь обратно, корректируя масштабность, корректируя цвет, тональность. Вариантов масса. Инструментов в фотошопе много. Все зависит только от вашего желания и вашего рвения. Это сильно ускорит вас в эскизах. Вы быстрее придете к интересующему вас варианту. И уже потом, после того, как вы остановитесь на какой-то из идей, вы сможете сделать эскиз в материале. И это уже будет ближе следующим шагом к созданию непосредственно живописной работы. Второе. Для чего я использую графический редактор? Для завершения работ. Каждый из нас привозит с пленера много незаконченных работ. Или же ту работу, которую вы ведете в мастерской, вы, допустим, зашли в тупик и не знаете, что дальше делать. У вас есть сомнения по тем или иным вопросам. Допустим, по детализации или по композиции в целом. Я нашел для себя выход такой. Я фотографирую работу и пытаюсь ее поправить в графическом редакторе для начала. Если я вношу какие-то изменения и меня это устраивает, я уже пытаюсь тогда делать это на холсте. Итак, третье. Для чего можно использовать цифровую живопись или графический редактор? И фотошоп в этом плане просто гиперэффективен. Это работа с фотографиями. В частности, фотобашинг или эскизирование с помощью фотоматериала. Я ни в коем случае не призываю вас распечатывать фотографию на холсте и раскрашивать ее. Это, конечно, глупо. Но сделать полноценный эскиз с помощью фотографий в графическом редакторе вы можете. У всех художников есть довольно большое количество фотоматериала. Есть очень удачные снимки и очень удачные кадры. И часто на основе этих фотографий хочется сделать работу. Не надо этого стесняться. Даже если у вас нет живописного эскиза, вы сможете сделать его. Но часто этот фотоматериал, он потенциально сильный, но где-то требует какой-то доработки. И здесь фотошоп просто незаменим. Можно комбинировать снимки. Можно менять колорит. Инструментарий фотошопа колоссальный, огромный. И мы рассмотрим позже, как можно с помощью фотографий и фотошопа делать полноценные, интересные и художественные эскизы. Ну что, перейдем к практической части и рассмотрим все три метода работы в графическом редакторе. Экспортируйте фото своих незаконченных картин прямо в фотошоп и попробуйте закончить их там. Не стоит зря тратить время и краски. Сделайте себе эскиз и попробуйте внести правки сначала в фотошопе, а затем, если у вас уже устроит результат, приступайте к работе в материале. И кроме того, вы еще можете использовать свой фотоматериал, экспортируя его прямо в свой рабочий эскиз. Такой прием нереально ускорит вашу работу. Также можно использовать различные кисти и цветовые палитры, что сделает ваши эскизы выразительнее и экспрессивнее. Продолжение следует... Используя различные техники и инструменты работы в фотошоп, вы можете быстро фиксировать свои идеи, делать быстрые эскизы. Если результат вас не устроит, вы всегда сможете вернуться на несколько этапов назад или что-то поправить. Каждый из этапов можно сохранять, и при желании вместо одного эскиза у вас может получиться несколько. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все зависит от вашего желания и результата, к которому вы хотите прийти. Можно не останавливаться на быстром скетчинге, а сделать довольно подробный и детальный эскиз. Дело в том, что этот процесс очень увлекательный. Продолжение следует... Продолжение следует... Используя фотографии из своей фотоколлекции, вы можете создавать полноценные и живописные эскизы для работы. Используйте инструменты клон кисти или выделяйте и копируйте детали изображения, а с помощью инструментов цветокоррекции меняйте оттенки. Экспортируйте персонажей из своих фотографий или из гугл-референсов, обогащая свои сюжеты. Продолжение следует... Используйте в своих фотоэскизах фрагменты реальной живописи, что придаст им текстурности и выразительности. Вы можете менять масштабность, а при необходимости дорисовать недостающие элементы кистью. Это придаст вашим эскизам еще больше индивидуальности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...